Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил развитие региона с активом городского округа Люберцы. Встреча прошла на территории предприятия по производству вертолётов «Хеливерт». Все подробности у моей коллеги Луизии Геазарян. Я придаю этим встречам большое значение. Общение, оно позволяет что-то новое узнать. Как правило, самые насущные вопросы, тревожные, озвучиваются на таких встречах. Среди вопросов, которые особенно волнуют Люберчан, развитие промышленности и привлечение инвестиций в округ. Генеральный директор компании, производящий высокотехнологичное медицинское оборудование на территории технопарка «Лидер» Али Эйлазов рассказал о работе предприятия. Спрос на аппараты УЗИ, компьютерные томографы и рентгены до сих пор остаётся высоким. Чтобы удовлетворить потребность в медицинской технике, компания работает в две смены. Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас не осталось ни одного квадратного метра свободной площади. Вместе с тем, рядом с нами, за собой, находится 1,8 гектара земли практически неиспользуемой, которая принадлежит Мосополавтодору. Если позволите, обращаемся с просьбой. Мы могли бы освоить эту территорию, вложить туда ещё сотни миллионов рублей, построить предприятие на площадь более 10 тысяч квадратных метров, создать более 100 рабочих мест. С удовольствием. Давайте на обращение. Если, я думаю, автодор наш может подвинуться или куда-то переехать, очевидно, что для нас находка. Очень приятно, что у вас всё получается. На встрече с губернатором выступил и председатель Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы, генеральный директор компании по производству кухонного оборудования Сергей Шатилов. В прошлом году предприятие расширило линейку продукции, стало выпускать приборы для дезинфекции и обеззараживания. Оборудование для дезинфекции воздуха в салонах автомобилей. Мы думаем, что это будет очень актуально для такси и для маршрутных автобусов. Мы просим вас рассмотреть вопрос о том, чтобы Министерство транспорта поручить протестировать это изделие. Поручение Минтрансу я дам. Пусть рассмотрят, насколько это важно, целесообразно. Соответственно, тоже дадим вам ответ. Руководитель сообщества «Нежный бизнес» Наталья Муравьева в свою очередь обратилась к губернатору с просьбой поддержать инициативу создания творческих мастерских и каворкинг-центров на предприятиях Подмосковья. В Люберцах подобный опыт уже есть. Здесь успешно реализуют свою программу в Центр рукоделия и творчества, объединяющий мам, особенно деток, людей, которые не могут работать полный, полноценный рабочий день. В общем-то, эта инициатива активно поддержана и имеет свою перспективу роста к тем, что это самозанятые, это дополнительные рабочие места. Для нас это имеет принципиально важное значение. Те, кто вышивает, печет, стряпает, шьет, оказывает услуги. Будем вас поддерживать, как и весь малый бизнес. Участники встречи обратили внимание на другие актуальные вопросы. Они связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, оптимизацией маршрутов общественного транспорта, а также реконструкцией и строительством спортивных объектов. Прошу вас в рамках реконструкции стадиона «Торпеда» сделать возможным строительство Центра селых видов спорта. Общий дом для нас, для культуристов, экстремалов. Для нас спорт является очень важным и в парках, и во дворах, и комплексы, которые мы строим. Ну и все, что касается на открытом воздухе, мы обязательно будем дополнять. У нас целый комплекс программ предусмотрим, будем обязательно это делать. Пожелания и обращения люберецких активистов изучены и взяты в работу. По итогам встречи губернатор Подмосковья дал своим коллегам ряд поручений.